Всем привет! Вы на канале Жизнь с цветами и без. Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать всех своих постоянных зрителей и тех, кто случайно зашел на мой канал. Хочу показать вам букетик, который мне передали с моей родины, в станице Плотнировской, Кореновского района. Кума передала. Вчера мне была передачка от моей учительницы по химии, Раиса Егоровна, большое спасибо, и от Кумы. Ну, как обычно, помимо цветов прислали яйца домашние, масло кубанское по куче, сгущёночку Кореновскую. Ну, в общем, подкармливают меня. Ну вот, ребят, сегодня я хочу вас вернуть к 18 мая, где я сняла видео про опора кактус плетевидный. Но, вы знаете, я не первый раз снимаю видео про него, и не первый раз задается и встает один и тот же вопрос, и люди меня убеждают, что у меня не опора кактус плетевидный, который называется крысиный хвост, а утверждают, что это хомицериус сильвестра. И вот сегодня, ну я, там, когда мне пишут под видео, я как бы не спорю, думаю, ну, как можно доказать людям, там, в описании, ну, под видео, да, там, доказывать, нет, нет, у меня опора кактус, не хомицериус. И вот сегодня я решила расставить точки над И, да, или точки над Йо, и сравнить два кактуса. Тем более, что сейчас у меня опора, ой, господи, как его, хомицериус сильвестра цветет. Смотрите, вот он, так, уберу те цветочки. Смотрите, вот он, хомицериус сильвестра. Рассматриваем внимательно, не только на цветочки, а смотрим на стебли. Потому что стебли у опора кактуса и хомицериуса очень похожи. Различия в цветочках и в длине стеблей. Пока опора кактус не вырос, маленький, и вы покупаете, вы не можете понять, что вы купили. Мне иногда пишут, Света, у меня опора кактус почему-то не растет и не такой, как у тебя длинный. Но я всегда пишу, ребят, подождите, посмотрите, какой будет цветок. Возможно, что у вас не опора кактус, а как раз хомицериус. Сейчас я вам покажу опора кактус. Вот, ребят, я повесила их на бельевые веревки. Я иногда смотрю на свой балкон. Думаю, да, Света, у тебя еще здесь. Вешать и вешать цветов. Ладно, значит, смотрите. Вот опора кактус плетевидный. Он же крысиный хвост. Вот, смотрите, какие плети. У меня, он давно, ну как, омолаживаю, ну, давно он у меня живет. И самая длинная плеть у меня достигала, ну, почти метр двадцать, там чуть-чуть до метра двадцать, не дотянула, отвалилась. Он, когда обрастает детками, становится тяжелым и сам отпадывает. Ну, вот, смотрите, я иногда деток сама у него отрываю. О, он, смотрите, сейчас. О, смотрите, он весь. Так. Фокусируйся. Вот. Он иногда сам этих деток отваливает. Ну, красота, да? И я иногда вот прям вот сюда и не вижу, куда я там показываю, натыкиваю. А вот кактус, который мы, ну, мы этот пересаживали в этот горшок. Короче, оба они себя чувствуют отлично. И тот, и этот. Так, а вот опора кактус, который, ну, я весной пересаживала. Также деток наломала, навтыкала сюда, и он у меня растет. Значит, давайте сейчас разберем сходства и различия, потом кратенько об уходе расскажу, потому что сто раз уже это рассказывала, но люди, которые не хотят пересматривать видео, хотят узнать побыстрее все это. Вот, смотрите. Обратите внимание. Хомицериус. Смотрите на колючки и смотрите на стволики. Ну, запомнили, да, примерно. А теперь опора кактус. Вот, видите, какие колючки? Прям червяки какие-то, да? Вон он. Если их рядом поставить, человек, который не знает, практически их не может отличить. Да? Вот повторюсь, мне иногда пишут, что почему у меня не растет. А потому что вы не тот купили. Вам на рынке сказали, или где-то вы увидели, отломали. Отломали вы вот этот. Этот очень распространенный. Он везде и всюду. А вот этот, он не очень распространен. И не везде он есть. Так, и доказать, что это абсолютно два разных кактуса. Так, мы прибегаем к настольной книге цветовода. К бестселлеру. Ну, такая книженция. Она у многих есть. Многие ею пользуются. Кстати, Пахистахис, который я выписывала на Валбересе. А мне пришло вместо него Белоперона. Ну, ладно. Это не то. И здесь открываем страничку 102. И смотрим. Ой, сейчас пальцы поубираю. Вот они. Это я закрыла. Там другой кактус. Он нам не нужен. Вот они, два кактуса. Так. Хорошо настроилось видео. Смотрите. Написано. По-русски. Черным по белому. Опору кактус плетевидный. А здесь Хамицериус Сильвестра. И здесь маленькая статья. Кратенько. Чем они отличаются. Но я читать не буду. Чем они отличаются. Вы уже и сами поняли, чем они отличаются. Да? Значит, скажу так. Ну, это я даже повторю то, что пишут в книге. Ничего там умного не пишут. Вернее, наоборот. Там все умного. Но там все простенько. Что этот? Что этот? Что этот? Они очень легкие в выращивании. Очень легкие. Воткнул, как говорится, в грунт. И не забывай поливать. И все. Сразу грунт. Несмотря на то, что это кактусы. Они лесные кактусы. Грунт они любят. Ну, как бы я сказала, полупитательный. Грунт должен быть и воздуха, и влагопроницаемый. Но в то же время должна быть, присутствовать земля, грунт питательная. Поэтому я всегда делаю смесь. Там, какая-нибудь листовая земля, дерновая земля. Я покупаю обычно смесь для кактусов и суккулентов. Еще кидаю туда разрыхлители. Разрыхлители какие я кидаю туда? Лечу зупон. Потом уголь и перлит. Ну, как бы обычный стандартный набор. Сажаю всегда в горшки с дренажными отверстиями. Всегда у меня дырки есть там. Вон они. Да? Тут покажу, чтобы не врала. Вон, увидели, да? Сильно завязываю. Это с дренажными отверстиями. Обязательно на дно горшка я кладу дренаж керамзит. Мне писали, что можно и пенопласт. Я, ребят, знаю все, что можно. Но я много лет выращиваю и пришла к выводу, что мне больше всего нравится, мне подходит керамзит. Иногда я вместо дренажа, если маленький горшочек, ну, это я уже отвлекалась, делаю маленькие дырочки. Ну, дырочки по-любому делаю. Сыплю лечузу. Как... Господи, как что? Как дренаж. Ну, здесь у меня керамзит однозначно. Этот кактус любит попить, но заливать нельзя. Надо, чтобы верхний слой обязательно просыхал. Хотя бы на сантиметр. А можно и на два даже. Но чтоб не полностью просыхал. Иначе он начинает сохнуть, что этот, что этот, сохнуть и начинает желтеть. Любит солнце. Вот этот, я же говорю, когда он у меня висел на южном окне, он у меня даже цвел. Этот тоже, когда стоит... Сейчас он маленький. Он стоит на... Я его купила, кстати, в этом году. Тот, который у меня был, стоял на южном окне, цвел прекрасно. Сейчас он стоит на восточном окне. Не цветет на восточном. А этот я купила в субботу. Ну, короче, купила на ярмарке в субботу. Кто меня часто смотрит, у нашей местной девочки, у Нади девочки. Ну, для меня-то она девочка, она уже женщина. Мама. У нее, по-моему, трое деток. Не знаю, не помню. Ну, в общем, как-то отвлеклась. В общем, что я хотела вам показать и рассказать. Дренаж, плодородная, полупродородная земля, грунт, побольше солнца, умеренный полив и все. И все. И будет вам счастье. И вот я вам доказала, что это все-таки абсолютно два разных кактуса. Я даже в Ютубе набирала, выходила у меня хамицериус и выходила опора кактус. Я не знаю, почему люди сомневаются в названиях и в цветах. Ну, как-то так. Надеюсь, надеюсь, что я вам рассказала. Ну, если кому-то что-то непонятно, конечно же, спрашивайте, что в моих силах, что в моих знаниях, расскажу. Усё. Усё, усё. И на этой веселой ноте я желаю вам и вашим цветочкам процветания. И помните, что всё будет хорошо. Вот даже не сомневайтесь. Я это точно знаю. Потому что по-другому быть не может. rooted. По-другому